И что от них общество хотело? Вот представляете, вот такие люди живут, браманы. Что общество, вот там 7 миллиардов человек, они вот смотрят, ведическое общество, смотрят на такого человека. И знаете, чего они от него хотят? Вот что вы от такого человека хотели? Браманы. А научи нас, как правильно жить. Почему они у него спрашивают? Потому что смотрят счастливый человек. Смотрят счастливый и не от еды счастливый. Ему нет повода обманывать, потому что обман из-за чего происходит? Потому что я какую-то выгоду от вас хочу. А он не хочет выгоду. Он и без вас проживет. А как он проживет? Там, на самом деле, они, эти браманы, им можно было тоже работать. Они тоже некоторые работали. Не то, что, они не то, что попадали в зависимость от других. Там что-то оставалось, там, на складах, там, на полях. Они собирали эту вещь, эти остатки. И вот они были нищими. Вот какие были нищие раньше. Так вот, эти браманы, люди, естественно, шли к ним и понимали. Браман, скажи, как нам правильно поступить? Вот у нас соседи затопили. Ты мне скажи, как правильно, как по-божески с ними вообще обойтись? Прибил бы, конечно, всех, но как правильно прибить? По-видически, как вы. Вот они за советом приходили, за знаниями люди приходили. Они, естественно, хотели учиться у них. Притом, эти браманы были специалисты во всех областях ведического знания. А это значит все. От военной науки, медицины, от семейных отношений. Все-все-все они знали. То есть, первые, они за знанием. А зачем еще приходили? Зачем вы еще пришли бы к таким людям? Вот-вот за советом, это и за советом. А еще зачем? Учиться вот, учимся. Примером. Нет, нет, вы сказали. Вдохновиться чистотой, да, да. А что еще? Вот мы его смотрим, человек... Мы сказали, помолись за нас, слышишь? Помолись. Я вот смотрю, у тебя как-то с ним нормально все. Ты за нас помолись тоже, а? Знаете, вот когда там какой-то ритуал идет, и там непонятный какой-то человек, и вы сами думаете, а он вообще в курсе? Он вообще сам-то в Бога верит? У нас сомнения уже, да? Но когда ты видишь пример человека, который реально так живет и счастлив от этого, то, естественно, хочет сказать, а для меня тоже это сделай. Поэтому эти люди были, они совершали ритуалы для других людей. И третья вещь, которую они делали, что бы вы еще с ними сделали? Детей в одно воспитание отдавали, факт, учиться. Детей отдавали. А вот благодарность бы не испытывали? Благодарность. Хотелось бы для них, ну, представьте, для вас человек все делает и советом, и помолился за вас, и вдохновил вас. Вы не почувствуете себя как-то в долгу перед такими людьми? И вот единственный, кто мог брать пожертвования, это браманы. Потому что все чувствовали в долгу перед этими людьми. Почему? Да они все отдавали людям, поэтому все люди говорили, все, что есть в нашем обществе, это ваша собственность. Способность. И они правильно использовали эти способности. Да, вот это вот всем хочется. Это, и вот, и получается, ведическое общество вот таких людей, они говорили, вы становитесь нашей головой. Поэтому ведическое общество, другое название его, браманическое общество. И вот браманы, вот такие чистые люди, задавали ценности в государстве. Они говорили, вот это правильно, а вот это неправильно. Вот это по-божески, а это не по-людски даже. Вот они решали. И вот они, и люди хотели, чтобы они этим занимались. Классная же голова, да? И когда люди с такими... Откуда у них были эти качества? Потому что они жили по этим принципам. Аскетизм, контроль чувств, да? Они жили, вот это вот, бескорыстие было больше в их жизни. И люди видели, как они счастливы от этого. И люди видели, как они счастливы от этого.